You friendly? Yes, I'm friendly. Охереть, мне ж мурашки по коже прошли. А спонсор этого видео Миглиор РП сервера с новой РП-картой Вашингтон. Помимо обычных фракций, есть фракции Грув Стрит и Ученые. И ты там даже можешь участвовать в выборах мэра города. Крутые плагины и частые обновления не дадут тебе заскучать. Ссылка в описании. Привет, с тобой Теспи и я... Наконец-таки, многие меня постоянно просили возобновить выживание на карте Россия. И вот оно. Это будет полноценное выживание. Ну, всё зависит от сервера, на котором я буду играть. Это что такое? Это человек? Что-то светится. Что? О, господи, это... Это топ лут. Нет! Я думал, что это такое. Блин, ну стрелу подобрал. Нет! У меня, к сожалению, было ноль шансов на победу. Блин. Всё, ладно. Я думаю, это топ лут у меня будет прям сразу, но нет. Вот такое вот у меня начало выживания. Сразу же я умер. Это будет полноценное выживание, но всё зависит от сервера. Если он будет жить долго, то я буду выживать долго. Сливать IP я не буду, как это было в прошлых выживаниях. Хочу именно то выживание на России, когда я никому не говорю, где я играю. Чтобы мне никто не снайпил. Чтобы вот такое вот было настоящее выживание. Так, мы появились достаточно в неплохом месте на вышке, но беда в том, что у меня нет стамины. И, господи, это не самое лучшее начало, потому что я уже получил плюху от зомби. Иди сюда. Вот самое начало, наверное, самое интересное выживание. Ну, для меня, по крайней мере, точно. Смотри, он даже ни разу не... А нет, он бьёт. Я думаю, ни разу не ударит, если я буду на него смотреть, а он бьёт. Блин, с кулаков, конечно, тяжело. И, наверное, действительно, это самое интересное выживание. Самые интересные моменты выживания вообще на ванильном выживании, это начало и конец. Многие сейчас меня спросят, где Теспи продолжение выживания на карте Кипр? А карта Кипр, к сожалению, у нас закрылась, и там происходят вайпы. Мне хочется играть в выживание, где вайпы происходят, ну, раз в три месяца, раз в четыре месяца. Это для меня... Для меня это показатель, потому что если вайпы слишком часты, на ванильке это, по мне, так не круто. И я решил то, что вот давай, повыживаем, тут у нас верёвка, верёвка. Ну, что я тебе буду рассказывать? Ну, ладно, я буду рассказывать. Всё, что я буду делать, самое начало, это самое важное. Я уже, к сожалению, блин, допустил большие ошибки, то, что мне 10 радиаций ушло на зомби. Так, один зомби, оружие я тут не вижу. В принципе, с этим зомби можно потанцевать. Заберём верёвку, танцуем, зомби. Блин, конечно... Э, ну, блин! Я застакался в чём-то, мне опять зомби ударило, ещё минус 5 радиаций, блин. Очень много теряю, потом буду из-за этой радиации страдать очень много. Ну, блин. Баааа, как у меня бомбит, в скобочках не очень. На самом деле, это ошибка. Ошибка, то, что я вот так вот подставился под зомби. Но, в принципе, у меня должен быть неплохой старт, потому что я тут смогу набрать очень много воды. А почему я смогу набрать очень много воды? Потому что мы появились на пляжу. У нас, по идее, вот тут вот должно быть очень много сока. На сервере, кстати, очень большой онлайн. К удивлению моим, вот, у нас уже есть, смотри, 2 пачки сока. Ты понимаешь, почему я сказал, что это удачное начало? Потому что мы заспавнились на месте, где у нас спавнится очень много воды. Какой-то турецкий сервер, походу. Посмотри, что это за язык такой? Там 10 инцы, ин, пи... А, ладно, не буду это читать. Всё-таки у нас, так сказать, ну, канал всё-таки в большинстве своём без мата. Я стараюсь не матюкаться. Но иногда, знаешь, вот, матюкаются за меня. Многие меня за это и смотрят, потому что я не мутякаюсь. Многим приятно слушать такую чистую речь. Но на самом деле, я тебе скажу, дружище, маты должны быть в речи. Если грамотно эти маты использовать, они украшают твою речь. Я так считаю, это моё мнение. Может, согласиться, не согласиться со мной в комментариях. Ох, давненько я не выживал на карте Россия. Давненько. Я уж не помню, когда это было. На самом деле, мне кажется, что это самая сбалансированная карта из всех, что выходили в антюрин. Потому что топ лут у нас есть в мёртвой зоне. А в эту мёртвую зону очень тяжело попасть. Надо пройти некоторые этапы. Первый этап — это более-менее залутаться. Второй этап — найти противогаз. Третий этап — залутать военку, потому что тебе нужно оружие. Ну, или кемпинг с мафией. Четвёртый этап — ты уже можешь. Можешь потенциально пойти вместе с противогазом в мёртвую зону. И попробовать залутать. Но тебе обязательно надо использовать оружие, потому что зомби там взрываются. За выживание я, кстати, ни разу, ни разу не лутал нефтевышку. Для лута нефтевышки, насколько я знаю, надо попробовать сфармить как-то вертолёт. Я думаю, вертолёт уже у кого-то на базе стоит, так что мне придётся эту базу рейдить. Я надеюсь, с этим у меня не будет проблем. И сразу отвечу на вопрос, можно ли со мной повыживать. Там челек. Блиииин. Я не хочу второй раз дыхать. У него лук. Это похоже... О, господи, я не могу залутаться. Там человек был. Вот что значит большой онлайн на ванильке. Вот тут вот очень чё-то сложно с этим. Тут команда. Кстати, команды может быть и 10 человек. И когда я заходил, на сервере была команда из трёх человек и несколько из двух человек. Но, насколько я понял, команды тут не ограничены. И людей в одной команде может быть очень много. А я один, одинёшенник. Я не знаю, как мне пытаться выживать. Но, по крайней мере, мне не буду снайпить. Или хотя бы я уменьшу количество снайперов. Надо прокачать эксерсайз. На единичку мы точно смогли прокачать. Всё. Мы уже будем более быстрее передвигаться. Это очень долгие дороги. А! Авантюрная 3.0. Скоро появится новая карта. Это так, знаешь... Ну, так просто я тебе говорю по секрету. Ирландия уже была. Ирландию я не играл. Потому что я вообще... У меня был выбор или Ирландии, или России. Я пытался зайти на Ирландию. Но, к сожалению, у меня не получилось. Мне писало. Сервер использует модифицированную карту. И меня не пускало. И я не знал, что с этим делать. Смотри, недавно посадили 46%. Ладно, давай с тобой разберёмся. Ты будешь за мной бегать. Я забыл! Я ж раньше этим пользовался. Вот это флешбайки у меня. Этим способом пользовался, когда убивал зомби. Так, тут явно кто-то недавно был. Но он не забрал бутылку с водой. Ну, потому что она испорчена. Очевидно. Чувак, ну... Ну, не расстраивайся. Ну, умер. Ты умрёшь ещё сто тысяч раз. Ничего страшного. Опа! Отлично! Ты понимаешь, насколько мне повезло? Я нашёл сразу же рюкзак. Да ещё и зелёный. Это максимальное везение. Главное, не сдохнуть. Так, надо посмотреть. Может быть, тут будет какое-то оружие. Пожалуйста, пилу какую-нибудь. О, отлично. Коса. С косой уже у нас есть шансы. Коса сколько процентов? 68. Вот так вот. Отлично, ваншот. Не-не-не, они меня чуть в угол не загнали. Ты видел? Всё, с них ничего не попадало. Главное, я нашёл косу и тут штаны. Отлично. Фу, так, у нас есть шорты и штаны. Штаны 3 на 4, 12. Шорты 2 на 5, 10. Штаны гораздо лучше, чем шорты. Ну, вообще, это на самом деле очевидно, то, что штаны лучше шорт. Ох ты! Ну, чувак, ну... Hi, hi, hi. You friendly? Yes, I'm friendly. I'm not friendly. Good luck, man. I'm not friendly. Good luck. Bye-bye. Bye or I kill you. Беги, чувак, беги. Я тебе сказал, беги. Беги. У меня один патрон, не хочу на него тратить. Не знаю, что он мне сказал. Можете перевести мне в комментариях. Блин, у меня знание английского, конечно, не очень. Можете написать мне в комментариях вообще какие-нибудь основные фразочки, чтобы просто челики понимали то, что я их убью, то, что им не жить. Опа, слушай, он мог сюда забежать и забрать двухстволок и убить меня. Чувак, я тебя предупредил. Уходи. Может быть, он поймет. Он очень наглый. Он не понимает, что такое выживание. Его надо научить, что такое выживание. Ты не знаешь, что такое выживание. Ты не знаешь, что такое выживание. Сейчас ты узнаешь, что такое выживание. Ты узнал, что такое выживание. Ты узнал, что такое выживание, а? Узнал? Теперь у тебя не будет такой ухмылки. Хе, я доволен собой. Хе-хе-хе-хе-хе. Теперь он узнал, что такое выживание Я его предупреждал Он выбрал умереть Блин, забавно получилось с этим щеликом Мы его завалили Надеюсь, он поймёт то, что это выживание И вот так вот бегать Если ты в реальной жизни подойдёшь к чуваку с пушкой Вряд ли он тебя пощадит А если он тебя ещё предупредит, то что я тебя убью То, ну, чувак, надо задуматься Он тебе ещё дал шанс на то, чтобы выжить А ты этим не пользуешься Ну, тогда уже это естественный отбор, чувак Сори Держите Ух ты, на Скофилд мне патроны, отлично Отлично, фляжка Блин, с колодца вроде плохая вода Да, с колодца я помню, она плохая вода Там ещё один Скофилд, ты прикинь Два Скофилда Ну, я думаю, что мне начинать выживание на карте России Если я уже выживал и тут всё посмотрел Ну, почти всё Почти всё Очень много всего У меня сколько там было? 20 серий на карте России Охренеть Но до сих пор есть люди, которые пересматривают это выживание Я прям в шоке Люди, вы чего? Что с вами? Мне надо найти бинокль, дружище С биноклем я смогу сделать самодельный прицел Уже что-то из себя могу представлять Кого-то смогу убить Всё, у нас 4 патрона в магазине И Скофилд у нас заряжен Скофилд я пока ломать не буду, это точно Потому что я думаю его просто сохранить Потому что я думаю, найти Скофилд на карте России Это трудно Учитывая, сколько я на прошлых выживаниях искал пушки Я думаю, что это трудно Может быть, я ошибаюсь И это легко, но Всё-таки я думаю, что это сложная тема Опа-ча Мы нашли ещё и лук У меня пролагивает, дружок Где-то тут база А у меня пролагивает, смотри Опа-ча Опа-ча Где-то вон там В этой стороне есть база А у меня есть предложение туда сгонять Вот она база Смотри, я нашёл эту базу Это база Топутер Возможно, тут есть вертолёт У меня же пролагивает Оттого, когда я подхожу сюда Прям пролагивает нормально так По пролагам можно сразу понимать Где тут чья база Если пролагов много Значит, и лута тут тоже много Так, я даже не знаю У них, скорее всего, лут на втором этаже Хотя, смотри А вот их основной вход, я думаю Хотя это вход, наверное, такой, знаешь Типа, беспалевный Вау, ты посмотри, какая интересная база Буферок наставили Вот это всё буферки Это значит то, что на втором или третьем этаже Основной лут Мы сейчас находимся в осеннем биоме Где растут одни берёзы И тут прям своя атмосфера Ты как будто каждый раз оказываешься На разных картах на карте Россия На самом деле у меня большая ошибка Ну как большая? Небольшая ошибка Я не качаю сурвайвл Надо качать сурвайвл, дружище Без этого никак И капусту мы ещё сфармили Отлично, капуста прям вообще топчик Давай качать сурвайвл, чтобы медленнее голодать Он на самом деле не шибко помогает Но чуть-чуть Я думаю, процентов 10-20 Это совсем ничего Но если я смогу прожить на минут 5 дольше Это для меня будет плюс Я планирую именно каждый день заходить Писать серию Вот на ванильном выживании И примерно на следующий или после следующий день Выкладывать эту серию Так что я думаю, понравится вам такой формат С частым выкладыванием выживания На самом деле не шибко много людей смотрят выживание Но если я буду выкладывать часто Я думаю, что это будет большой-большой плюс Это, знаешь, видосы прям для фанатов выживания я записываю Я пришёл на локацию, где у нас, в принципе, может быть неплохой лут Фу, так, верёвочка, и отлично Это... А, это... Блин, да, это свалка машин Я вспомнил Я тут, кстати, пару раз только был на основном выживании Опа, ножик Не знаю, коса, мне кажется, пока что лучшим вариантом Так, давай вот... Что? Что? Я не понял Подожди, напиши в комментариях Я попал в него или нет Или это пинга какая-то топовая Это херня, которая снимает колёса В принципе, может пригодиться Если я найду машину без колёс Мне это очень может пригодиться Потому что я смогу с другой машины снять колёса и быть довольным Ну что, у меня 83 хп Блин, конечно, не супер круто По мусоркам шастать тоже не круто Но я думаю, что я тут найду то, что мне нужно Ой-ой-ой-ой Вот так вот попал, отлично Колесо... Блин, колесо это норм Кто-то скажет, что колесо это не норм А это норм Знаешь почему? Потому что это металл Да, это два металла Отлично Можно колёса снимать и фармить металл Мы можем починить скофилд Хм... Отлично У нас скофилд стопроцентный Он без патронов, да? Да Вот мне нравится, когда вот в машинах можно находить лут Это, как по мне, это реалистично И клоссы И это... Ой-ой-ой-ой И каска Каску нашёл! Благодаря этому зомби мы сможем ещё прокачать survival Да, на один пункт Кирку, кстати, можно даже и не ломать, а сохранить Потому что она нам даст возможность добывать металл И мы можем забрать нашу кирку Кирка пропала! Это респавн лута был только что Вот это кидало! Проверил ещё раз дом Ничего на самом деле не зареспавнилось Погнали вот на эту вышку Посмотрим, что у нас там Блин, конечно, с киркой это кидало Я так долго разбирал место в инвентаре, что она просто исчезла Как с этим жить, я не знаю Я мог фармить металл этой киркой Ай, блин Просто ничем другим больше фармить металл нельзя из глыб Только киркой или буром А буром найти это ещё сложнее, наверное Если он вообще тут спавнится Мне кажется, его вообще-то даже и не спавнится Интересно, вообще на карту России выходили апдейты? Мне кажется, она какая была, такая и осталась Так, вот она вышка Вышка скаутов Охереть, слушай, а что-то с тенями Они очень странные Ладно Я думаю так Я думаю, какая-то Ёпта, как я обосрался! Как в такие моменты не материться? Я очень сдержался Я сначала вообще подумал, что это игрок Охереть, мне ж мурашки по коже прошли Я сначала подумал, что это вообще игрок Я вдвойне обосрался Ну прикинь, это не зомби, а игрок А потом увидел то, что это плевальщик Охереть! Ох ты, тут столько всего на самом деле И сок есть, охереть! Фу, блин, два топора, кстати Один топор надо сломать А второй топор надо починить Вот он И зонтик я бы забрал на самом деле Зонтик тоже полезная тема Но, блин, а как у меня с местным такая беда? Знаешь, почему я взял зонтик? Ну, я думаю, ты догадываешься Чтобы им воспользоваться Да! Опача! Ой, блин! Не беги за мной! А, тут у него заканчивается Заканчивается спаун Еще две чунинки для ног Можем сделать и все Восстанавливаем себе хп Но я тебе напомню то, что у нас радиация Самый главный враг Радиация опустится ниже 50% И все, кобздец Охереть, а что это такое светится? Там ты видишь? Там что-то светится красное Блин, там что-то светилось Я уверен, что ты видел это вместе со мной И то, что мне это не кажется Не будем повторять ошибок И будем аккуратно подниматься наверх Чтобы опять не поймать скримера Потому что я могу Я очень впечатлительный в этом плане Пойдем, бак, иди сюда Проверяем, насколько она хороша Так Опа, вот это гораздо лучше Ну что, у нас уже потемнело Давай заканчивать Будем серия именно вот так вот Целый день бегать, что-то делать И потом, когда наступает ночь Когда уже ничего не видно Будем заканчивать Потому что Ну, а что я его буду ночью показывать? Сейчас ночью ничего интересного не происходит Но на самом деле Когда я уже буду развитым Ночью будет происходить Самые интересные Самые лютые замесы И рейды происходят именно ночью Ставьте обязательно лайки Если вам это выживание На карте Россия понравилось Если вы ждете новой серии по выживанию Если вы хотите, чтобы их было много-много-много Пишите в комментариях Ваши советы И много-много чего мне надо вспомнить А встретимся в новых видосах И подписывайся на мой второй канал Ссылка будет в описании Да, и удачи тебе тоже Удачи и до скорых встреч